Относительно Древней Руси, Киевской Руси. Да, я знаю, что данный термин достаточно поздний, однако данный термин неплохо отображает, в общем-то, как государство называлось, и что было центром этого государства. Не только какой город был столицей этого государства, но и, скажем так, какой регион был центральным для этого государства, основным, который уже подчинял себе все остальные регионы, который, в общем-то, был, говоря современными терминами, титульной нацией, титульным регионам по отношению к остальным. И, в общем-то, если сравнивать географически, сравнивать лингвистически, сравнивать по всем другим параметрам, то ядро Древней Руси, или, как ученые называют это явление, Русь в узком смысле этого слова, было торжественно тому, что позднее стало известно, как Королевство Данилы Голицкого, Королевство Русь. Далее, в общем-то, это Королевство Русь разделилось на ту часть, которая вошла в состав Великого Княжества Литовского, как Княжество Руськое, и другая часть вошла, как Воеводство Руськое, в состав Королевства Польского. Ну, а позднее тут же возникнет Гетьманщина, и тут же возникнет ОНР, то есть преемственность от Руси к Украине, она прослеживается исторически очень четко. Так вот, важно проиллюстрировать вообще соотношение Руси, Руси-Украины, Киевской Руси и Московии на предмете корон, на предмете атрибутов главы государства. Дело в том, что относительно корон верховных правителей Руси тут есть единственный абсолютно объективный способ, абсолютно объективный источник, на что можно ссылаться. Это монеты, плюс изображение Ярослава Мудрого, которое тоже достаточно древнее. Монета Ярополка, монеты Владимира, монеты Святополка, ну и далее монеты последующих киевских князей. Также, в общем-то, иконография Данилы Голицкого. И вот весь тот период изображения наших князей приблизительно от Святополка до Данилы Голицкого. Можно весь этот период исследовать. Несколько отдельно представляется иконография Владимира Великого, который, в общем-то, в чем-то стал законодателем моды данной. Ну и еще, как предтечей этого было, это изображение, собственно, Ярополка. И есть вероятность, что княгиня Ольга также придерживалась, в общем-то, данной царской атрибутики. Княгиня Ольга, съездив в Константинополь и там во многом синхронизовав свои представления с тогдашней политической модой и тогдашними политическими всеми процессами, позднее принесла эти веяния, соответственно, в Киев. И если князь Святослав придерживался архаичным, самобытным, рюриковическим канонам, рюриковическим устоям, то княгиня Ольга и, соответственно, уже сыновья Святослава в кое-чем стали придерживаться тем веяниям, которые пришли из Византии. Но то еще как бы предпосылки. Дальше то, что было при Владимире, это окончательный перелом, окончательное становление новых канонов, атрибутов главы государства. И дальше уже от Святополка, далее Ярослава, далее до Данилы Галицкого. Это, в общем-то, то, что стало обычным, то, что стало нормой. Был, как основной атрибут главы государства, это его корона. И тут короны киевских великих князей ничем не хуже корон разнообразных западноевропейских правителей. Короны киевских князей, великих князей киевских, по своему качеству, по всем своим параметрам, соответствуют как раз коронам императоров Византийской империи и в кое-чем подобны коронам императоров Священной Римской империи. Они отнюдь не сопоставляются с какими-то атрибутами герцогов, шмерцогов, каких-либо лордов и даже европейских королей. То есть представление о том, что в Киевской Руси князь это было нечто такое же мелкое, как измельчавший княжеский титул уже во времена Российской империи, весьма неверное. Великий князь Киевский по своему значению равнялся византийскому императору и, соответственно, франкскому, а в позднейшие времена немецкому императору Священной Римской империи. Что признавалось на международном уровне, что было засвидетельствовано и монетной чеканкой, и другими нюансами. И браком, в частности, византийской принцессы с Владимиром Святославичем. И вот это с одной стороны, это со стороны Руси все, а со стороны Московии. А со стороны Московии у них есть очень много претензий на все и разное. У них есть претензии на то, что ранее в Руси, видите ли, были только лишь князья, а у них завелись цари. При этом они не учитывают, что вместе с браком, вместе со всем остальным Владимир получил признание за ним статуса цесаря. То есть практически цезарев, практически императора по византийским законам. С другой стороны, понятно, что византийский император не мог признать другого главу государства более значимым, чем себя любимого. Поэтому даже из такого признания и из аналогичных действий, как они признавались, соответственно, императора Западной Римской империи, тоже как своего младшего партнера, при том, что по факту у императора Западной Римской империи иногда могло быть больше ресурсов, возможностей и всего остального, чем у византийского императора. Но это также отдельная весьма интересная история. Поэтому по факту великий князь Хиевский и по титулам, которые иногда там бывали, и по всему, это должность, этот титул равный, соответственно, соответственно, римским, византийским и позднейшим франкско-германским императором. И то, что было у поздних московитов, отнюдь не шло в сравнение с данным величием. Поначалу московитские царьки были всего лишь самозванцами, и они ссылались на то, что их там чуть ли не признала левая нога какого-то там посла, который случайно проходил через их территорию и случайно назвал их тем или иным правителем. И на это ссылаясь, они потом рассказывали, что они имеют, видите ли, право на имперский титул. Но об этом, о том, как московиты присваивали себе имперский титул, это можно отдельно вообще рассматривать этот вопрос, но так или иначе. московиты хотели выставить такой факт, что типа титул царя это нечто высшее, чем титул великого князя. Это им было важно для того, чтобы в своем соперничестве с великим княжеством литовским показать свое некое превосходство. Хотя по факту этого не было. По факту тот же самый Владимир для себя в своем государстве именовался великим князем, также именовался каганом киевским в дань более еще древней традиции с одной стороны и в дань победе Святослава над хазарским каганатом с другой стороны. Ну, а в международных отношениях с Византией великий князь Киевский понимал и позиционировал себя исключительно как ровню византийскому императору. Это одна составляющая, это то, что у нас есть со стороны Руси. Со стороны Московии есть претензии, претензии и еще раз претензии. Претензии необоснованные, претензии часто незаконные. И при этом они не знают вменяемо ни историю Руси, они не знают вменяемо ни то даже, куда им притулить то, что они мнят как исток их каких-либо прав, исток каких-либо тех событий, на которые они вешают свои последующие претензии. В частности, они рассказывают, что, видите ли, к ним с Византии через Киев переехала шапка Мономаха. У носковитов шапка Мономаха это весьма такой странный атрибут, который для них, кроме просто всего лишь короны, приобрел очень много дополнительных значений. А в частности, он приобрел для них значение того, что они являются преемниками не только Киевской Руси, но и Византийской империи. Однако, если осмотреть шапку Мономаха, станет понятно, что она не имеет ничего общего с тем стандартом корон, которые изготавливались и носились в Византийской империи. И больше того, она даже не имеет ничего общего с тем стандартом корон, который был принят в ранней Киевской Руси. Конечно же, сейчас, находя всевозможные современные изображения, в частности, Владимира Великого и других, вы можете найти многие изображения, на которых он и последующие князья изображены в чем-то похожем на шапку Мономаха. Однако, это тоже в дань московитской пропаганды и в дань тому, что долгое время украинской суверенной исторической школы не существовало, а фактически Киевская Академия Наук и все остальное были местным филиалом идеологией СССР, ранней идеологией Российской империи. И даже уже во времена независимости все равно многие наши все профессора и многие другие отчасти ориентировались на Москве, отчасти были еще представителями старой школы с промытыми Московией мозгами. Ну и все это так складывалось, что часто изображая наших князей, те или иные художники изображали их в подобиях шапок Мономаха. Тем не менее, у нас нет ни одного исторического источника, ссылаясь на который, мы могли бы изображать Владимира или последующих князей в чем-то типа шапки Мономаха. Шапка Мономаха является новоделом. Шапка Мономаха является московской фальсификацией. Потому что если разбираться, откуда оно происходит, это по сути шапка татаро-монгольской княжны с именем Кончака. Интересное такое имя. Тем не менее, можете поискать в интернетах данные о том, кем она была и можете сами уже помыслить в знак чего она оставила московицкому местному главарю, скажем так, банды, некого ОПГ, которое должно было рикетировать и кошмарить всех жителей Владимира Суздальского и окружающих княжеств и, соответственно, платить Золотой Орде дань. Поэтому то, как именно они эту шапку позднее даже не попытались подделать под византийскую корону, и единственное, что они ей добавили, так это крест. Однако, снова же, если осматривать эту шапку, осматривать то, как к ней приделан крест, крест явное инородное тело, приделанное к ней весьма-весьма белыми нитками, как говорится, то есть весьма-весьма очевидно, что это не изготавливалось так изначально. Потому что, да, оно в действительности так изначально не изготавливалось, потому что, да, в действительности данная шапка половец этой золотордынской княжны Кончаки, которая не имеет ничего общего, соответственно, с атрибутами киевских князей. Может быть, это имеет что-то общее с атрибутами половцев, поскольку, даже несмотря на то, что чингизиды отформатировали, то, что позднее станет как улус джучи или золотая орда, все равно половецкий элемент там весьма был доминирующим. Однако половцы, хоть на поздних этапах и были федератами Руси, но все равно, но все равно. Так что, да, московицкая подделка скорее имеет право на претензии к каким-то чингизидским, ну, хотя это вообще тоже будет достаточно трэшово и достаточно никак, мало ли кому какой чингизид или какая жена какого чингизида что, соответственно, дала. Это не имеет никакого отношения к реальному государственному значению. Да и к тому же, в то время, когда московиты получили свою вот эту шапку, они не были даже субъектом международных отношений. Они были просто под Золотой Ордой, просто как одно из удельных владений этой самой Золотой Орды. Но больше того, почему-то они позднее стали выдавать эту шапку именно как шапку Мономаха. И это отчасти показывает их раздутые претензии, а отчасти показывает то, что возможно, ну не то, что возможно, а сто процентов так и было, что московиты даже уже сами не особо хорошо знали, что у них откуда. Понятно, что может быть пара человек там хорошо знали, что откуда, но если большая часть хотя бы дворян знали, что это не шапка Мономаха, а что это шапка в общем-то Золотоордынской княжны, они бы по-другому смотрели на своего правителя. С другой стороны, поскольку они уже к тому времени не особо хорошо понимали, что откуда, то да, московитский узурпатор вполне мог себе рассказать, что это видит ли у него шапка аж из Византии. То есть представления о Руси, представления о Византии, тем более для тогдашних московитов, для тогдашней московитской элиты, были весьма мифологизированными, весьма и весьма далекими. Это имеет свои аналоги в истории, это имеет свои аналоги в истории многих государств Европы, которых в истории принято называть варварскими королевствами. которые также пытались как-то вывести свою преемственность от Западной Римской империи, однако часто сами вообще плохо понимали, чем-то Западная Римская империя была и какие реально у их предков с той Западной Римской империей складывались отношения. Поэтому да, Московия это не что иное, как варварское государство, возникшее на территории былой империи Киевской Руси. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ